Чем отличается технический перевод от художественного? Этим вопросом мы задались, когда создавали выставку художника-перевода Николая Любимов, посвященную советскому переводчику Николаю Любимову. Переводчик словно канатоходец, он должен выдерживать баланс для того, чтобы не упасть между точностью содержания и интерпретацией на русский язык. Николай Любимов о художественном переводе писал, что художественный перевод — это искусство. Искусство — это творчество. А творчество не сопоставимо с буквализмом. Одно из первых больших произведений, которые перевел Николай Любимов, стало произведение «Дон Кихот». И, в общем-то, Николай Любимов говорит о том, что даже испанский он выучил только для того, чтобы перевести это произведение на русский язык. До него, конечно, существовали переводы, но ему хотелось сделать это по-своему. И, конечно же, текст Сервантеса изобилует огромным количеством испанских имен и фамилий. Ну, самые известные, которые мы все знаем, конечно же, «Дон Кихот» и его помощник Санчо Пансо. И, конечно, эти имена не требуют перевода, мы их всех прекрасно знаем и воспринимаем их именно по звучанию. Но, к примеру, в первой части, в 22 главе «Дон Кихота» встречается разбойник Хинессо де Пасамонте, он же Хенсильо де Парапилья. И оба этих имени звучат очень торжественно и экзотично. В ранних переводах сохранялось именно звучание этого имени, а и мы могли видеть текст в таком варианте. Он такой отчаянный, что мы опасаемся, как бы он не ухитрился удрать даже при таких предосторожностях. Вы, я думаю, сами поймете это, если я скажу, что этот молодчик называется Хинессом Пасамонтским. Кроме того, он известен еще и под прозвищем Хенесилия Парапильского. Ну, это неправда, господин комиссар, перебил каторжник. Мое имя Хинесс, а фамилия Пасамонт. Прозвища же у меня никакого нет, и я не понимаю, откуда вы его взяли. Вообще, вообще вы любите привирать, как я замечаю. «Ой, молчи, негодяй!» — крикнул конвойный. «Еще одно слово, и по твоим плечам прогуляется плеть». Стону я молчать, когда про меня врут бог знает что. Разве тебя не прозвали Хенесилием Парапильским? Прозвать-то, может быть, и прозвали. Да только я не принимаю твое прозвище, потому что оно мне не нравится, и я добьюсь, чтобы меня никогда больше не называли так. Господин рыцарь обратился он к Дон Кихотум. «Если вы желаете дать нам что-нибудь, то давайте скорее убирайтесь отсюда. Ваши расспросы только зря подымают в нас желчь, в особенности во мне. Я действительно Хинесс Пасамонт и написал свою историю собственной пятернёй. Больше вам нечего и знать обо мне». Читая этот текст, абсолютно не понимаешь, почему каторжник так резко реагирует. «Ну, Пасамонт», «Ну, Парапилья». Всё же красиво очень звучит. Но если мы обратимся к переводу слова «Парапилья», то мы увидим, что на русском языке дословный перевод этого выражения рождённый для грабежа. И понимаем, что этот отрывок приобретает абсолютно другой смысл. Каким же образом переводят это имя Николая Любимова? Обратимся к его переводу. «Какие же такие за ним преступления, если его приговорили всего лишь к ссылке на галеры?» Спросил Дон Кихот. «Там, но к десяти годам, — возразил конвойный. А это всё равно, что гражданская казнь. Довольно сказать, что эта душа-человек есть никто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте. А ещё его зовут Хинесильо де Аграбильо. — Синьор комиссар, прикусите язык, — вмешался каторжник. — Не будем перебирать чужие имена и прозвища. Меня зовут Хинес, а не Хинесильо. Я из рода Пасамонте, а не Аграбильо, как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на себя. Это было бы куда полезнее. — Узбавьте-ка тон. — Синьор, первостепейнейший разбойник, — прикрикнул на него комиссар. — Если не хотите, чтобы я силой заставил вас замолчать. — Конечно. Человек предполагает, а Бог располагает, — заметил каторжник. Но всё-таки спустя некоторое время некоторым станет известно, прозываюсь я Хинесильо де Аграбильо или нет. — Да разве тебя не так зовут, мошенник, — скрещал конвойный. — Зовут, зовут, да и перестанут, — отвечал Хинес. — Иначе я им всем повыщипываю волосы в местах неудобосказуемых. — Синьор Кавальеру, если вы намерены что-нибудь нам пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с Богом. Вы нам уже постылили своим назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте, и что я её писал собственноручно. Интересно, что Николай Любимов сохраняет такое испанское звучание фамилии, хотя, конечно, никакого Аграбильо в Испании быть не может. Это, конечно, не испанская фамилия, но в то же время она нам даёт возможность понять весь юмор, заложенный Сервантесом, и всю игру слов в этом отрывке. И как же отвечает Николай Любимов на заданный вопрос «Как переводить имена и говорящие фамилии?» И отвечает, что в каждом отдельном случае нужно искать свой собственный способ. Нужно ли оставлять звучание или всё-таки воспользоваться русским переводом? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok